Значит, как я говорил, сегодня мы начнем с вами разбираться с ядровыми методами. Kernel. Method. Вот, значит, что это такое? Значит, если совсем кратко. Вот бустинг, если вы помните, придумали где-то в 99-м, 2000-м году, за того, что статья, ну, еще там ушло лет 5-10 на разогрев, когда там сообщество поняло, что это классный метод, нужно им пользоваться. Что было до этого? Ну, понятно, были там еще и статистики, известные линейные модели, с которыми, ну, как бы все известно, все изучено, но они линейные, вот такая проблема есть. Были известны методы, типа решающие деревья, но с ними тоже вы знаете, что все не гладко и не факт, что это там идеальный метод. Ну, и были вот метрические методы на основе сходства объектов. Мы их с вами пройдем, но тоже мы с вами поймем, что там у них есть много проблем, и там во многих случаях они далеко не идеальны. Вот, и, значит, вот до того, как придумали бустинг, лучшим подходом к построению таких сложных, там, нелинейных моделей считалось как-то взять, докрутить, допилить признаков к исходному набору и поверх этого навернуть линейную модель. Ну, потому что если вы берете признаки, добавляете там все одночлены до какой-то степени, и над этим строите линейную модель, то это получается уже модель как бы полиномиальная относительно исходных признаков, ну, и типа получается как-то мощно. Ну, вот приведу такой пример, классический совершенно. Вот, значит, представьте, что у нас задача классификации и два признака. Господи, что это? Да, два признака, да, и два класса. И вот, значит, эти объекты мои в классах устроены вот так. Вот тут у меня крестики, а нолики вокруг расположены. Вот какая-то такая выборка. Значит, понятно, что ее я прямой, да, линейной моделью никак не разделю на две части. Как прямую не проводи, будет плохо. Но я могу вместо этого добавить еще один признак. Вот тут у меня были признаки х1, х2. Давайте я вместо этого добавлю, вот тут оставлю признак, допустим, х1. Фиг с ним, пусть будет. А давайте второй признак у меня будет вот х3, который равен просто х1 квадрат плюс х2 квадрат. Такой вот типа многочлен над исходными признаками второй степени. И тогда моя выборка начнет выглядеть примерно вот так. Вот какая-то такая картинка получится. Ну и понятно, что тут я уже могу разделить линейно, и все будет замечательно в этих признаках. Да? Вроде не наврал вам, да? Вроде так и работает. Вроде да. Да, вот я тоже задумался, что, вероятно, мне было бы правильно сначала эти данные центрировать, да, а после этого уже добавлять такой признак. Вот, то есть, ну вот у меня очень плохо с геометрическим воображением, но вот опять же, для надежности, давайте считать, что вот тут мы еще данные центрировали, то есть вычли там среднее, и у нас у меня центр, да, вот эта точка оказалась в 0,0. Ну вот, тем не менее, короче, идея понятна. Я добавил какой-то нелинейный признак, зависящий от исходных, и моя выборка внезапно стала линейно разделимая. Ну и вот, собственно, идея как раз построения хороших моделей до бустинга была такая. Давайте добавим каких-то признаков, много, и над ними построим линейную модель, и будем надеяться, что у меня все будет хорошо. Ну, как это формально записать? Формально это записывается вот так. Значит, у меня есть какие-то исходные признаки. Вот у меня каждый объект описывается там d-признаками. Давайте я заменю эти признаки на вот так называемые базисные функции. φ1 от х и так далее. φ, не знаю, сколько там у меня их, м, пусть будет φm. От х. Вот, значит, то есть я как бы вместо исходных признаков делаю m каких-то функций от этих признаков. Значит, вот меня... Ну, короче, да, да, с графиком можно... Я просто не хочу на нем сейчас останавливаться сильно, вот, но... Да, вроде вы правильные вещи пишете. Значит, и так. Сделали базисные функции. Это могут быть тождественные функции. То есть, например, там φ1 от х может просто х1 возвращать, да, чтобы у меня исходные признаки тоже сохранились. Могут быть и какие-то более сложные, там, полиномы, там, какие-нибудь экспоненты, логарифмы, что угодно. Ну, давайте считать, что m функций таких мы посчитали. Ну, и тогда я буду строить модель мою вот такого вида. Значит, сумма по, значит, всем этим базисным функциям W житая на φ житая от х. Ну, значит, такая у меня будет модель. И вот давайте сейчас поисследуем такие модели и подумаем о том, что с ними делать. Главная проблема-то какая? Что, значит, если я хочу построить хорошую, там, сложную модель, которая восстанавливает сложные закономерности, то, скорее всего, мне этих базисных функций понадобится очень и очень много. Давайте я запишу даже. Значит, для хорошего качества надо много базисных функций. Ну, то есть, смотрите, вот в этом примере вроде как можно глянуть на график и увидеть, что, ну, вот тут вроде такие концентрические штуки у меня. Поэтому, наверное, если я добавлю признак, у которого смысл – это расстояние от объекта до вот этого центра как бы окружности, то вот у меня получится хорошее разделение. То есть, глядя на график, мы поняли, какой нам нелинейный признак нужен. Но в общем случае, вот будет у меня там выборка с тысячей признаков, как я пойму, какой мне признак нужен? Никак, я же не могу ее нарисовать даже. Ну, окей, это могут там ТСНЕ сделать, да, вот мы с вами обсуждали, но тоже не факт, что он мне какие-то инсайты даст про то, какие мне нужны новые признаки добавлять. Поэтому, чтобы получилось хорошо, мне нужно накидать огромное количество признаков. Все там произведения попарные, тройки, там, квадраты, третьей степени. И надеяться, что дальше моя линейная модель из них выберет какую-то комбинацию, которая реально хорошо решает задачу. Единственный шанс. Ну, то есть, поэтому мне в общем случае придется делать M очень большим. Ну, а понятно, дальше проблемы очевидные, да. Много признаков, много по памяти занимает, долго обучается, может переобучиться. Это все. Поэтому нужно как-то вот подумать, вот можно ли как-то с одной стороны строить модели помощнее, а с другой ну хотя бы не хранить все эти M признаков в памяти. И вот как раз таки ядровые методы – это про то, как удается это сделать. Что с одной стороны у меня вроде как модель над какими-то там сложными нелинейными признаками, а с другой стороны обучается она так же быстро, как линейная модель над исходными признаками. Вот звучит немножко так фантастически, но вот собственно поэтому эту тему и хочу рассказать, что мне кажется, это очень красивая теория, которая показывает, как можно усложнять модель, не усложняя саму процедуру обучения. Вот. Значит, вот такая мотивация у нас. Вот тут спрашивают, это хорошо работает, когда мы понимаем функциональную зависимость. Ну, вроде я ответил уже на этот вопрос, да, что ну как бы мы функциональную зависимость не понимаем никогда примерно в наших задачах. Поэтому скорее хорошо работает, если у вас хватило терпения и там памяти и времени процессора, добавить кучу новых признаков, просто нелинейных. Вот. И если у вас хватает веры в то, что среди них будут полезные признаки. Вот как-то так. Ну, значит, давайте с вами обсудим, ну посмотрим, а вот где эти методы использовать. Фархад, а вот до этого мы доберемся попозже. То есть сейчас вот я хочу показать, вот как это обобщение происходит, и дальше глядя на него, мы с вами там поймем, где это может помочь. Но, да, как бы сразу скажу, что это сейчас используется либо в очень специфических задачах, про которые я поговорю, ну либо там пока это как бы скорее это теория, но которая там может быть, когда снова выстрелит. То есть все еще там есть довольно много исследователей, которые двумя методами занимаются, потому что вот там есть перспективы. Я предупреждал, что не все темы будут прям вот напрямую практически применимы. В этот момент должно там на 10 участников меньше стать у нас, мне кажется, в созвоне. Значит, давайте сначала поразбираемся с вами с тем, как, собственно, может получиться это сделать. Пример первый. Со сложным названием. Двойственное представление. для линейной регрессии. Вот Валерий спросил, это что-то типа фичер инжиниринга. Да, то есть вот то, что я рассказываю, это некоторый такой способ автоматического фичер инжиниринга. В некотором смысле. Вот да, вот это вы правы. Значит так, пусть у меня есть какая-то вот задача обучения линейной регрессии. Задача, давайте, вот с таким функционалом у меня будет. Значит, среднеквадратичная ошибка. Тут пока ничего особенного. Применяю мою модель. Сравниваю с правильным ответом. И еще добавляю регуляризатор. L2. Вот такая у меня задача. Ну, вы ее прекрасно знаете. Просто линейная регрессия, MSE, L2 регуляризация. Значит, могу переписать это в матричном виде. Вот я тут такое обозначение введу. Вот большая буква Фи. Я сейчас объясню, что это значит. Вот, значит, такая штука. Вот. Да, вот тут одна вторая. Тут одна вторая. И вот тут одна вторая у меня. Ну, только еще с лямбдой. Это лямбда поделить на 2. Значит, Фи. Нет, нет. Фи не к вектору Х. Почему не 1 на L? Ну, как бы вот. Мне для удобства вот так хочется. Да, ну, могу себе позволить. В принципе, 1 на L – это что, сформировка? Да, там ничего особенного. Извините, Фи. Фи – это у меня матрица. В которой, значит, и-тая строка. Это вектор, собственно, этих вот базисных, значений базисных функций для и того объекта. То есть первая строка – это Фи1 от Х1, там Фи2 от Х1 и так далее. Фи, там, М от Х1. Ну, там, последняя строка – это базисные функции для L-того объекта. Вот такая матрица. Ну, и, по сути, я умножаю ее на W, да, и получаю стат применения линейной модели к этим признакам. Да, Данил, вы совершенно правы, что из-за вот отсутствия нормировки у меня регуляризатор другую силу будем иметь. Да, то есть как бы в реальной жизни я бы делил на L. Но сейчас просто какой-то пример привожу, поэтому, там, просто чтобы сделать, чтобы быстрее получить нужные выводы, давайте там себе позволим это. Значит, окей. Вот такая задача получается. Вот у меня вот функционал, и вот я хочу это дело обучить. Хочу найти оптимум по W. Давайте теперь продифференцируем этот функционал, который в кружок у меня обведен, и приравняем его нулю. Я как бы посчитаю, ну, даже не так. А, там, градиент посчитаю в этой штуке Q по W. Чему он у меня будет равен? Ну, давайте там вспоминать. Что-то у меня будет там. Фи транспонированное на фи W минус Y. Поправьте меня, если я где-то сейчас ошибусь. Вот, ну, вроде так. Плюс лямбда на W. Вроде вот что-то такое. Приравниваю нулю. И, значит, отсюда я могу попытаться сейчас выразить W. Ну, тут как бы это не совсем просто может быть, потому что тут надо матрицу обращать. Давайте пока я сделаю вот что. Давайте я перенесу вот эту штуку вправо и поделю все на лямбду. И получу такое уравнение, что у меня W равняется минус 1 делить на лямбда. Фи транспонированное умножить на фи W минус Y. Вот, то есть вот просто вот я, значит, записал градиент моего функционала, приравнял нулю и немножко поперекидывал слагаемые. Пока что это не формула для W, потому что у меня W есть и слева, и справа в этом уравнении. Но, тем не менее, давайте вот посмотрим внимательно, какие выводы я могу отсюда сделать. Значит, я давайте замечу вот что. Вот это я обозначу за некоторые там, даже не так, даже не так. Давайте немножко вот еще преобразую. Давайте я внесу минус 1 на лямбда внутрь, и вот такую штуку получу. Что-то у меня фи транспонированное, минус 1 на лямбда, фи W минус Y. Вот так. Значит, что у меня получается? Если вот это я обозначу как просто некоторый вектор А, то я вижу, что у меня W – это фи транспонированное умножить на некоторый вектор А. То есть, что W – это просто какая-то линейная комбинация строк матрицы фи. То есть, вот из того, что получилось, я делаю вывод, что я могу искать W, могу искать решение моей задачи вот в таком виде. Решение можно искать в таком виде. Мне гарантируется, что W будет являться линейной комбинацией строк матрицы фи. Вот, это важно. И давайте я вот такое выражение для W подставлю в мою исходную задачу, то есть вот сюда, и попробую уже искать минимум не по W, а по А. Сейчас увидите, зачем я это делаю. Пока понятно рассуждение или что-то мы куда-то уже далеко уехали. Если что-то непонятно, вы там, пожалуйста, пишите в чат, вот, если надо что-то пояснить. Значит, ну давайте… Не, смотрите, вот то есть, да, А – это в нем есть W, но типа, ну, А – это же какой-то вектор, да? И вот, в принципе, я могу сказать, что, ну, окей, наверное, если я буду искать W в таком виде, то А мне найдется, какое надо. Вот у меня такая надежда. Значит, спрашиваю, значит, зачем мы это делаем? Это сейчас мы увидим. Вот, значит, линейная или комбинация столбцов… Нет, значит, смотрите, если у меня фи транспонированная, то линейная комбинация столбцов фи транспонированного, значит, это линейная комбинация строк фи. Вот, вроде я правильно сказал. Окей, значит, я подставляю W, вот такой вид, в исходную задачу. И чего получаю? Получаю вот что. Что у меня, значит, Q, теперь уже зависящее от А. Это вот такая штука. 1 делить на 2. Тут у меня фи на фи транспонированное на А минус у. Плюс лямбда пополам. И тут у меня что получается? Я подставляю вместо W в регуляризатор фи транспонированное А. И у меня получается А транспонированное на фи на фи транспонированное на А. И это дело минимизирую по А. И смотрите, получается тоже задача. Я в ней могу, я могу ее решить, найти А, подставить вот сюда это А, и получу оптимальный набор весов. Но чем эта задача примечательна? Смотрите, в ней у меня все признаки, все мои значения базисных функций входят только в виде вот такой матрицы, фи на фи транспонированное. То есть, если раньше в исходной задаче у меня вот входили прям признаки в явном виде, вот было фи, да, я его умножал на W, прям вот признаки взаимодействовали с вектором весов, то теперь у меня сначала вот в этой матрице признаки как-то взаимодействуют друг с другом, и только потом этот результат их там какого-то перемножения умножается на мои параметры А. Вот скажите, кто из вас хорошо линейную алгебру помнит, вот если у меня есть там матрица, там вот фи, то как называется матрица фи на фи транспонированное? Матрица грамма, совершенно верно. А смысл у нее какой? Не-не-не, Данил, вы все правильно сказали. Фи транспонированное на фи – это корреляционная матрица, точнее, кавариационная, а вот фи на фи транспонированное – матрица грамма. Матрица грамма – это же по смыслу что? Это, да, это матрица всех попарных скалярных произведений. Да, совершенно верно. И здесь у нас как раз ровно оно. У меня вот если я возьму эту матрицу, фи на фи транспонированное, и возьму ее какой-нибудь там итый, житый элемент, то что это будет такое? Это скалярное произведение как бы итой строки матрицы фи на житую строку матрицы фи. По сути дела, это у меня будет скалярное произведение как бы фи от х итово на фи от х житого, где под фи от х итово я понимаю вектор значений всех базисных функций для х итово. То есть, по сути, это у меня матрица попарных скалярных произведений объектов. Вот. Интересно, да? То есть, получается, что я могу записать мою задачу обучение линейной регрессии так, что мой функционал, ему, в принципе, не нужны сами признаковые описания объектов. Все, что ему нужно знать, это скалярные произведения признаковых описаний объектов. Пока что это не имеет большого смысла, но давайте вот запомним это, да? Это важный вывод. Давайте я его запишу. Значит, можно записать вот мой исходный функционал QAW так, что он зависит только от скалярных произведений объектов. Вот. Это такой важный вывод, который давайте вот запомним. То есть, вот все это мы проделали для того, чтобы понять, что можно переписать в таком виде мой функционал. Вот мы тут что-то там подифференцировали, поняли, что WV в таком виде всегда представим, подставили и вот получили, значит, результат. Хорошо. Запомнили, отложили. Еще один момент скажу. Значит, вот с линейной регрессией так можно. Более того, оказывается, что и со свемом так можно. Это мы с вами выведем на следующей лекции подробно. Но сейчас давайте я запишу результат. Вот можно переписать, оказывается, задачу обучения метода опорных векторов для общего линейно неразделимого случая вот в таком виде. Значит, сумма там по всем объектам, какие-то переменные, там, лямбда итая, минус одна вторая, сумма по всем парам объектов, лямбда итая, лямбда житая, y итая, y житая, скалярное произведение, x итого на x житая. И это дело максимизируется по лямбдам. И там есть ограничения некоторые, что у меня лямбды все вот в таких пределах находятся. И вот еще такое ограничение. Сейчас не стоит в это вглядываться сильно. Мы это выведем и обсудим, что все эти ограничения значат. Но что важно заметить... Давайте я воспользуюсь суперфункционалом. Функционалом подсветить. Вот. Значит, блин, как мне нравится это делать. Значит, вот важный вывод, что вот здесь тоже у меня то, что получается, зависит только от скалярных произведений. И много чего можно в таком виде записывать. Метод главных компонентов записывается в таком виде, где он зависит только от скалярных произведений. Много-много других методов тоже можно переписать так, что функционал не зависит напрямую. Да, класса минус один плюс один. Можно переписать так, что зависит функционал не напрямую от признаков, а только от скалярных произведений объектов друг на друга. Вот. Это, значит, такой вот важный момент. Давайте дальше как-то этим воспользуемся. И попробуем из этого какую-то теорию построить. Значит, давайте такое наблюдение с вами сделаем. Вот пример приведу. Пример добавления признаков. Значит, вот давайте представим, что у меня есть какой-то набор исходных признаков. х1 и так далее, х1 и так далее, х2. И давайте представим, что я хочу вместо этих признаков сделать новое признаковое описание все попарные произведения исходных признаков. У меня новый признаковый вектор FiatX будет выглядеть вот так. Все возможные попарные произведения. Ну вот. Значит, вот все мои новые признаки. Вот так мне захотелось. И давайте посмотрим, как у меня устроено скалярное произведение новых признаковых описаний. Допустим, у меня есть два объекта х и z. И я хочу посчитать скалярное произведение их в этих новых признаковых описаниях. FiatX и FiatZ. Ну, давайте считать. Значит, что у меня получается тут будет, ну что такое скалярное произведение? Это сумма произведений соответствующих признаков этих объектов. Сколько у меня вот FiatX признаков, скажите? какой длины у меня FiatX вектор? d квадрат, конечно. d квадрат. То есть у меня тут будет некоторая сумма по всем как бы парам индексов признаков. Здесь у меня соответствующий признак первого объекта х и т, х ж и т. И его я умножаю на признак объекта z. z, t, z, g, t. То есть у меня как бы признаки мои новые имеют два индекса и j по тому, из каких исходных признаков они получились. И вот я считаю скалярное произведение вот так. Беру конкретный признак и житый. Вот его значение для объекта x. Вот его значение для объекта z. Я их перемножаю. Тут понятно или что-то надо пояснить вот про этот момент? Просто, значит, что вы понимали. И я сам очень плохо в арифметике вы могли это заметить наверное много раз. Поэтому я как-то комплексую каждый раз какие-то рассуждения даю. Короче, вы задавайте вопрос, пожалуйста, если что. Значит, вот у меня получается вот так скалярное произведение устроено. А дальше я могу немножко над ним поколдовать. Значит, ну давайте я вот эту сумму разобью на две как бы от одного до d сумма по g от одного до d x и t x жит z и t z жит Ну и смотрите, у меня вот внутренняя сумма по g а у меня есть множители вот этот и вот этот которые от g не зависят. Давайте я их как бы вынесу за скобку. Получится вот такая штука. Сумма по e от одного до d x и t z и t сумма по g от одного до d значит, x жит z жит Ну и получилось, что у меня тут две суммы, которые друг на друга никак не влияют. Они по индексам никак не пересекаются. Что такое первая сумма? Это скалярное произведение x на z И вторая сумма это скалярное произведение x на z Это одно и то же. То есть получается, что эта штука это у меня просто исходное произведение x на z возведенное в квадрат. Интересное наблюдение, да? То есть я добавил признаков много их стало на порядок больше, чем было в начале. Но скалярное произведение новых признаков вот это оно вычисляется так же сложно, как исходное. Я просто беру исходное скалярное произведение и возвожу в квадрат. Ну, прикольно же. То есть, оказывается, иногда я могу досыпать прилично так новых признаков. Давайте вот такой алгоритм у меня вырисовывается. добавляем новые признаки. Но делаем это так, но делаем так, что скалярное произведение у этих новых признаков fx на fz легко выражается через исходное скалярное произведение. И третий пункт. Пользуемся методом, который зависит только от скалярных произведений объектов. И в этом методе мы просто берем и заменяем скалярные произведения самих объектов на скалярные произведения вот этих их новых признаковых описаний. Простите за бумерскую шутку, но да. Так, давайте обсудим ваши вопросы. Да, значит, Валерий, вы правильно говорите. Речь о том, что получается в этом алгоритме я добавляю кучу новых признаков, но при этом мой метод не усложняется. То есть я добавил много новых признаков, но эти скалярные произведения считаются так же просто, как исходные скалярные произведения. Я их засовываю в мой метод вместо исходных скалярных произведений, и в итоге мой метод обучается так же быстро, но при этом уже он строит модель по сути в новом каком-то признаковом пространстве. Так, Никита мне предъявляет, что я двойку где-то забыл. Никита, а где я забыл двойку? Вот вы имеете в виду вот тут, где скалярные произведения подсчитывал? Что-то не вижу, где я тут мог ошибиться. Короче, скажите мне, если я где-то накосячил. Так, алгоритм понятен, тут все ок, все хорошо с ним. Ну, хорошо. Значит, и вот эта штука, когда я заменяю исходное скалярное произведение, скалярное произведение в новом пространстве и работаю уже с этими новыми скалярными произведениями, вот эта штука называется kernel trick. Затрудняюсь перевести на русский. Идровой трюк, не знаю. Ну вот, и вот сейчас мы будем с вами разбираться формально, как бы этот kernel trick делать, потому что пока неясно, как мне это скалярное произведение выбрать, чтобы оно через исходное выражалось. Непонятно. Ну, давайте, собственно, переходить к некоторой теории. Значит, поговорим про ядра. Давайте я введу некоторое определение. Значит, ядром я буду называть функцию, которая зависит от двух объектов, функция k, которая зависит от x и z, которая представима в виде скалярного произведения этих объектов в некотором признаковом пространстве. Где φ? Иван, я вижу вопрос, сейчас я определение закончу и отвечу. Значит, где φ? это некоторая функция, которая переводит мои исходные признаки в какое-то новое пространство h, и h называется спрямляющим пространством, ну, а, собственно, φ спрямляющее отображение. Ну, то есть, смотрите, то есть я говорю, что ядро k это функция, которую я могу записать как такую штуку. Сначала я перевожу мои объекты в новое пространство и потом считаю скалярное произведение. Это вот ядро по определению. Ну, при этом понятно, почему это пространство, в которое я перевожу объект, называется спрямляющим. Я, типа, хочу найти новое признаковое описание моих объектов, в которых они линейно разделимы. Поэтому пространство спрямляющее. Исходное было, типа, сложное, а я перевел туда, где я могу прямой разделить мои классы или решить мою задачу. Так, отвечу на вопрос. Значит, мы берем формулы из метода обучения и в них считаем скалярные произведения как фи от x на фи от z вместо того, как обычно. То есть, по сути, мы переопределили скалярные произведения. Да, Иван, вы совершенно правильно говорите. То есть, идея в том, что я беру метод, который зависит только от скалярных произведений объектов и просто подменяю эти скалярные произведения. И теперь метод как бы работает не в исходном пространстве, а в пространстве h, спрямляющем. Вот идея такая. Почему это называется ядром? Значит, это вообще мы не будем в этом с вами сильно закапываться, потому что это не нужно, но вообще это как бы определение из функционального анализа. Грубо говоря, сейчас вот вы, я как бы заранее прошу прощения у всех, кто это слушает сейчас и кто смотрит это в записи, потому что сейчас могу полную чушь сказать, но, по-моему, идея такая, что в функциональном анализе есть Гильбертово пространство. Некоторые пространства, в которых задано скалярное произведение, которые там некоторым свойством полноты обладают. И вот вроде бы утверждается, что Гильбертово пространство полностью характеризуется ядром. То есть, если вы задали ядро, вот такую функцию в вашем Гильбертовом пространстве h, то у вас это пространство полностью определено, и вы можете по ядру его восстановить. Вроде бы это так. Но, как я повторюсь, нам особо не пригодится все это знание, поэтому я просто буду греть ядро и ядро. Ну вот, да, те, кто ходил к Бруно, возможно, вы меня сейчас поправите, да? Или я что-то правильное сказал? Все правильно сказал? А, ну, фух, не опозорился. Ну, или мы вместе с вами теперь опозорились, потому что вы подтвердили то, что я сказал. Ну, в общем, если хотите, можем потом с вами отдельно на консультации собраться и это вспоминать вместе. Ну, короче, мне все, что сейчас будет важно, что вот ядром я называю такую функцию, которая является скалярным произведением моих объектов в некотором новом пространстве. Ну, и вот, значит, давайте как-то про эти ядра поговорим. Значит, по сути, значит, что мы делаем? Мы заменяем в функционале ошибки скалярное произведение xz на ядро. Это как бы то, что мы делаем. В чем проблема? Непонятно? Откуда взять ядро? Ну, то есть, как бы, вот, окей, у нас был пример, где я вот придумал какое-то признаковое пространство, там, все попарные произведения, и вот в нем прям я явно смог выразить ядро. Я вот ношу скалярное произведение в новом пространстве, выражается через исходное. Но так далеко не всегда получится. Вот, то есть, ну, а если я придумаю, там, например, что у меня мои новые признаки, это вот такие попарные произведения, плюс еще исходные признаки, как тогда будет скалярное произведение выглядеть? Тик его знает. А если у меня там будет десятая степень, что будет? А если я там хочу что-нибудь хитрее, да? А если я хочу там не только, там, не знаю, не только там строго третьей степени одночлена, но и там все одночлены до третьей степени, тоже непонятно, как будет вывиска, произведения. Короче, вот, хочется какой-то вот алгоритм, как мне построить ядро произвольной сложности. В явном виде его найти, в явном виде его задать, кажется, не получится. То есть, сначала выписать как бы новые признаки, которые я хочу, потом непонятно, как я по ним буду искать ядро. Поэтому давайте обсудим другие подходы к тому, как строить ядро. Значит, по сути, я хочу вот что. Я хочу научиться понимать. Вот мне задана какая-то функция k от xz. Как понять, что это ядро? Вот было бы круто, да? Я тогда записал бы любую функцию, проверил бы, что она, да, ядро, и просто подставлял бы ее тогда в мой функционал вместо скалярного произведения и смотрел, какое качество получается. Было бы удобно. Вот если бы я сейчас мог просто генерировать там кучу функций, из них выбрать те, которые ядра, и вот, значит, самое. А, вот вопрос. Можно ли показать, откуда у нас xz-функционали появилось? Ну, типа, смотрите, я вот просто приводил какие-то примеры, скажем, для линейной регрессии, где я сказал, что вот, значит, у меня вот функционал есть, да, вот он в кружок обведен, я там его, там, короче, некоторую там, арифметику поделал, показал, что решение этой задачи точно вот в таком виде можно выразить, вот в таком, подставил этот вид обратно и получил, что мой функционал имеет вот такой вид, как вот вверху экрана написано, то есть, что он реально зависит только от финофитранспонированной, а это матрица скалярных произведений объектов друг на друга. То есть, вот я тут показал, что, например, в случае с линейной регрессией я могу переписать функционал так, что у меня скалярные произведения что у меня зависимость от объектов только через их скалярные произведения. То же самое мы покажем, что с вами можно сделать, ну и так далее. Вот, не знаю, Владислав, ответил ли я на ваш... Ага, ответил. Хорошо. Так, значит, вот еще хитрый вопрос. Нельзя ли поступить обычным для машинного обучения методом? В любом случае поставить функцию, если получится, то круто, а если не ядро, то может тоже выйдет. Значит, вот тут некоторые проблемы могут возникнуть, потому что, вот, значит, смотрите, в случае с линейной регрессией может и можно, а вот, например, в случае с SVM, вот у меня тут задача условной оптимизации. Вот сейчас там те из вас, кто на МОПе, будут ходить на методы оптимизации в машинном обучении. Вот там вы в какой-то момент будете обсуждать численные методы решения вот таких условных задач оптимизации, в частности, которые для SVM полезны. И вот там окажется, что если вы возьмете в эти скалярные произведения и замените их на какую-то функцию k, которая ядром не является, то у вас просто там разлетятся все методы оптимизации, потому что, типа, тогда матрица грамма будет не отрицательно определенной, и там, короче, все просто, вот не выйдет у вас оптимизацию провести, у вас там солверы сломаются. Вот, поэтому вот где-то это важно, где-то важно, чтобы ядро было ядром, иначе просто там у меня неустойчивость возникнет, там проблемы численные и куча проблем. Вот ответ примерно такой. Ну, может и не будет. То есть, может быть, вам повезет, и вы поставите не ядро, но с ним не будет численных проблем. Но это уже как бы так менее надежно. Значит, и так, оказывается, ответ на этот вопрос есть. Как понять, что я работаю с ядром? Ответ есть. Этот ответ называется теоремой Мерсера. Собственно, это все из функционального анализа, поэтому, конечно, доказывать мы это не будем, но если там интересно, то вот, пожалуйста, любой курс по функану, приходите, там все это будет строго доказано. Теорема говорит следующее, что функция некоторая k от xz является ядром тогда и только тогда, когда выполнены два условия. Первое условие, она симметрична, и второе условие, она неотрицательно определенная. Что это значит? Это значит, что для любой, для любой конечной выборки, давайте вот так запишу, для любого l и для любого набора из l объектов, как бы мне это, вот так. Значит, для любого числа объектов, для любого набора из l объектов, матрица k от xz xz то есть вот такая матрица по пардексу равных произведений для этой конечной выборки неотрицательно определена. Вот такое определение. Ну, первое условие тривиальное, его проверить совершенно несложно. То есть, как бы я заведомо могу сказать, что, например, вот это не ядро, потому что не симметричное. А вот второе условие, что-то непонятно, как проверять. Все выборки, что ли, перебирать. Наверное, как-то можно, да, можно там, скажем, взять произвольное число объектов, построить эту матрицу грамма, показать, что там она точно положительно определенная, то есть там все эти миноры в ней еще найти, но это очень нетривиально. Поэтому, как бы, теорема Мерсера не очень хорошо применима в общем случае. Но работает вот что. Значит, можно с помощью теоремы Мерсера для каких-то простых ядер показать, что они действительно ядра. А дальше есть такая вот теорема несложная, мы, может быть, на семинарах даже ее немножко подоказываем с вами. Есть теорема, которая говорит, что я из ядер могу специальным образом строить композиции, и они все еще будут оставаться ядрами. Я сейчас теорему сформулирую. И получается такой алгоритм, мы с вами наберем какой-то стандартный набор ядер, про который докажем, что они ядра, а дальше просто сможем с помощью правил, которые сейчас я скажу, комбинировать их как угодно и там до любой сложности доращивать, и известно будет, что это тоже ядра. Вот такая схема. Ну, как с производными, по сути. Мы там по определению находим производные для каких-то базовых элементарных функций, а дальше выписывается любая функция, которая состоит из элементарных, и вот там по правилам производных сложных функций я нахожу производную, зная производную элементарную. Вот примерно такой же алгоритм здесь. Вот такую теорему давайте сформулирую. Тут напишу, что это не ядро. Теорема 1. Теорема 1 следующая. Пусть у меня есть два ядра, про которые я знаю, что они, собственно, ядра. Ну, и типа они заданы на некотором множестве x. То есть у меня известно, что x и z принадлежат кому-то там множеству x большая. Значит, дальше пусть у меня задана какая-то функция f от x. Это просто вещественная функция на x. То есть, функция, которая на вход принимает элемент из x большого и выдает мне какое-то вещественное число. И еще пусть у меня задана какая-то, значит, это просто сейчас будут правила мои зависеть от этих функций, поэтому я их формулирую. Пусть у меня еще есть какая-то функция там φ, которая переводит множество x в rn. и пусть у меня еще есть какое-то ядро К3, заданное на rn. Вот, значит, такие вводные. Тогда действуют следующие правила построения ядер. Тогда следующие функции являются ядрами. Я могу сложить два ядра и получу ядро. То есть, уже как бы неплохо, да? Я могу умножить ядро на некоторую положительную константу и получу ядро. Я могу перемножить два ядра и получу ядро. Я точно знаю, что если у меня ядро что если у меня функция имеет вот такой вид, то есть я беру мои два объекта, применяю к ним какую-то вещественную функцию f и потом перемножаю результаты, то это тоже ядро. И, наконец, вот такая штука тоже является ядром. то есть, если я взял мои объекты с помощью какой-то функции фи перевел их в какие-то другие векторы и, значит, потом подставил это в некоторое ядро к3, это тоже будет у меня ядро. Так, значит, умножение ядер. Да, вот, собственно, в пункте 3 у меня умножаются скаляры. совершенно правильно. f любая, да, f любая. Игорь тоже правильный, да. f абсолютно любая функция. Вот такая теорема. Ну, еще такая теорема есть. Теорема 2. Она нам пригодится чуть дальше. Значит, пусть у меня есть последовательность ядер. k1 от xz, k2 от xz. Последовательность ядер. и выполнено вот что. Значит, значит, и известно, что у меня сейчас, простите, и известно, что для любых x и z существует вот такой предел. то есть я могу поточечно посчитать предел этой последовательности в любой точке xz. Тогда k ядро. То есть я могу еще находить ядра как пределы некоторых последовательностей ядер. Ну все, закончили с этим матанализом. Значит, вот такие свойства есть. Теперь давайте построим какие-нибудь нормальные ядра с вами. Значит, смотрите. Вот какой у меня тут был пункт. четвертый. Пятый пункт. Значит, поговорим. О, тут, значит, пошли любители математики. Если f раскладывается в ряд Тейлора, то f от k от xz тоже ядро. А это мы, кстати, сейчас даже покажем. Окей, да, да, хорошо. Я буду рассказывать, как раз с этим мьется. Значит, ну, обычно сейчас я допишу. Вот как бы да, коэффициенты обязательно не отрицательные. Так, что такое φ в последнем пункте? φ это какая-то функция, которая переводит мои исходные объекты в n-мерное евклидовое пространство. Да, Иван, да, 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 я про это говорю. В Тейлоре коэффициенты должны быть не отрицательные. Если они отрицательные, вы можете получить не ядро, вот насколько я понимаю. Значит, если мы работаем с данными уже числовыми, то есть, если вот у меня признаки это числа, просто я хочу как-то повысить размерность моих данных, то тогда, как правило, используются либо полиномиальные, либо гауссовые ядра. Вот давайте поговорим про полиномиальные. Значит, смотрите, что это такое? Пусть у меня есть некоторый многочлен P с положительными коэффициентами. Многочлен, даже с неотрицательными давайте коэффициентами. Тогда утверждается, что вот такая функция это ядро. Ну и это на самом деле легко показать, потому что у меня по сути ядро тогда имеет какой вид? Это какой-то там W0 плюс W1 на скалярное произведение х на z плюс W2 на х на z в квадрате плюс там и так далее. Мы можем воспользоваться нашими формулами. Значит, смотрите, скалярное произведение в любой степени скалярное произведение в любой степени это ядро по пункту 3. Потому что у меня само по себе скалярное произведение это ядро, возведение скалярного произведения в степень это просто многократное применение правила 3. Я умножаю скалярное произведение на себя много раз и получаю тоже ядро. Поэтому x на z в степени P – это ядро. Какой-то коэффициент WP умножить на x на z в степени P – это тоже ядро по пункту 2. Я умножаю ядро на положительный коэффициент. Ну и сумма – это тоже ядро по пункту 1. То есть получается, что реально такая штука является ядром. Обычно даже не настолько общий вид рассматривают. Да, Иван, вы правы. То есть, по сути, когда я беру ядро, мы делаем регрессию или классификацию с признаками, которые не знаем. Значит, про константу, Валерий. Правильный вопрос. Константа – тоже ядро. Да, то есть по пункту 4 я беру f равным просто тождественно корню из W0. То есть я могу взять f равным f от x равно корень из W0, независимо от x. Тогда по пункту 4 у меня W0 – это ядро. W0 может быть равно нулю. В смысле, W какое-то может быть равно нулю. Ну да, просто этого слагаемого нет в моей формуле. И я на него могу забить. Окей, значит, обычно даже не вот в таком общем виде полиномиальное ядро рассматривают, а немножко более частный случай. Вот так давайте его обозначу. КМ от xz скалярное произведение x на z плюс r в степени m. Вот это частный случай полиномиального ядра. Как раскрытие? Про применение, Иван. Хороший вопрос про применение. Мы на следующей лекции до этого дойдем. Оказывается, что применять тоже можно без этого. То есть вот давайте я вернусь немножко тогда назад. Ну, хотя ладно, нет. Сейчас на это времени нет. Короче, мы найдем способ, как применять модель тоже как бы только через скалярные произведения. Это будет. Но мне придется считать скалярное произведение нового объекта со всей обучающей выборкой. Вот такой минус будет. Ну, как бы да. Так, что такое r? r это просто какой-то параметр больше нуля. Сейчас мы тоже обсудим, зачем он нужен. Да, правильный вопрос, Дмитрий. Конечно, мы разберемся с этим. Для начала давайте посмотрим, что это ядро из себя представляет. Ну, давайте просто по биному Ньютона раскроем скобки. И получится вот чего. Что у меня будет сумма по i от нуля до m, c из m по i, r в степени m минус i умножить на скалярное произведение x на z в степени i. Ну, то есть, действительно, у меня получается, что это ядро – это просто какой-то многочлен от скалярного произведения. Вот коэффициент этого многочлена. Это, грубо говоря, w и t. Ну, и вот, собственно, сама эта штука. Ну, вот скажите, а вот глядя на вот это дело, вот вы можете сказать, собственно, какие признаки мы как бы используем, когда вот такое сложное скалярное произведение считаем? Есть у вас идеи? Нет? Ну, вот, типа, смотрите. Да, 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 Иван, верно. Вот мы про это тоже на семинарах немножко поговорим. Но да, как бы можно показать, что если расписать xz в степени i, то получим все мономы степени i от исходных признаков. Да, то есть, как бы, а поскольку у меня здесь скалярное произведение входит со всеми степенями от нуля до m, то получается, что полиномиальное ядро – это мономы всех степеней до m включительно. КМ как бы строит до m. Что такое моном? Ну, типа, моном, ну, типа, одночлен. Моном над исходными признаками степени m, ну, степени, давайте, k – это какая-то вот такая штука x и 1 умножить на x и 2 и так далее x и k. Да, то есть просто произведение каких-то k исходных признаков. Это вот моном степени k. Так понятно? От исходных, исходных, да, да, простите, я сам не сразу понял, что написал, исходных признаков. Да, 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 простите за мой почерк. Так, возможно, мне реально пора на курс каллиграфии, давно хочу, кстати, даже не знаю, смогут ли со мной там что-то сделать. Значит, вот, то есть получается, что полиномиальные ядра – это некоторая такая попытка перейти от исходных признаков ко всем возможным их там произведениям и степеням. Дальше. Давайте обсудим, какой смысл у параметра r. Собственно, зачем он нам нужен. Значит, можно показать… Зачем нужен r? Значит, можно показать, что коэффициент при каком-то мономе степени i будет иметь вот такой вес, вот такой вид. Значит, коэффициент при мономе степени i выглядит вот так. Это будет корень из c из m по i умножить на r, m минус c. Ну, в смысле, можно показать. Это вот прямо видно отсюда, да, что у меня вот типа скалярное произведение какое-то, и вот оно умножается на вот такой коэффициент. То есть мономы степени i вот с таким весом входят в мою общую сумму, в мое общее ядро. Давайте посмотрим, как эти веса соотносятся у мономов маленьких степеней и мономов больших степеней. Значит, давайте сравним веса у монома степени i минус 1 и у монома степени 1. Значит, сравним веса при степенях 1 и m минус 1. Значит, вес при мономе какой степени? m минус 1, это что у меня получается? c из m по m минус 1, r в степени m минус m минус 1, то есть просто r под корнем. И поделить на вес при мономе первой степени c из m по 1, r, m минус 1. Вот эти дела у меня сокращаются, это одно и то же, да? Откуда корень? А, ну типа смотрите, вот тут у меня уже, да, хороший вопрос, Валерий. Вот тут у меня как бы уже скалярное произведение, да? То есть, по сути, у меня вот тут скалярное произведение, это произведение признака для x и для z. Вот, и такой вес. Я этот вес лучше разделю на два, корень из него и корень из него. И один засуну в признаковое описание x, другой в признаковое описание z. И вот получу полное признаковое описание. Ну, это так на пальцах. Вот, но мы на семинарах это давайте поподробнее порасписываем. Вот, но идея про корень такая. И, значит, получается у меня корень из 1 делить на r m-2. То есть, вот так у меня относится вес маномов высоких степеней к весу маномов низких степеней. Тогда что получается? Если r большое, то вес при маномах высоких степеней очень небольшой. То маномы высоких степеней имеют низкий вклад. Ну и наоборот. То есть, получается, что р я могу регулировать, насколько мне важны какие-то произведения большого числа признаков. Если они мне не важны, я делаю r побольше. Если они мне важны, я делаю r поменьше. Вот идея какая-то такая. Вот разобрались с полиномиальными признаками. Ну и у нас осталось 2 минуты. Давайте я тогда скажу какие-то общие слова. Мы еще на следующей лекции разберемся с вами с гауссовыми ядрами. Но вообще, где это может быть полезно? Ну вот эти методы могут быть полезны, если вдруг у меня объекты мои устроены так, что сами по себе они дофига сложные. И мне как-то тяжело там вообще даже признаки придумать. Но при этом мне легко придумать скалярное произведение на них. То есть, какую-то функцию, которая как-то описывает угол между этими объектами. Например, вот там есть какие-то примеры, что в биоинформатике мы рассматриваем последовательности из этих четырех символов. Из нуклеотидов это называется вроде бы. И на этих последовательностях легко ввести скалярное произведение, которое будет как-то биологически осмыслено. Да, да, да. И вот типа вот будет так. Для текстов. Ну, в принципе, для текстов можно и признаки уже с помощью эмбеддингов хорошо придумать. Но тем не менее, может быть тоже, что вот для текстов вам там проще ввести скалярное произведение, чем придумать какие-то признаки. И вот в таких случаях как раз ядровые методы оказываются полезны. Если признаки придумать сложно, а скалярное произведение ввести легко. Вот как бы общая задумка такая. Так, значит, вот давайте на ваши вопросы отвечу. Коэффициенты перед нечетными степенями будут ноль. Данила, почему? Откуда вы взяли, что коэффициенты перед нечетными степенями ноль? Поясните. Можете еще пока вопросы накидывать. Так, ладно, я все еще... Давайте после лекции в Телеграме обсудим с вами этот вопрос. Или созвониться можем кратко. Так, еще что-нибудь? К чему вначале был сюжет про то, что фи от х на фи от з считать так же легко, как х на з? Ну, к тому же, смотрите, вот еще раз, значит, в чем идея, да? Что я вот беру там, например, где-то у меня про SVM было записано. Вот беру там SVM, да? И в нем я сейчас заменю просто скалярное произведение х и т на х ж и т на скалярное произведение фи от х на фи от з. И, как бы, по сути, если я так сделаю, то у меня уже модель будет строиться не над исходными признаками, а над новыми, которые задаются с помощью фи от х. Но при этом мне же хочется, чтобы метод не усложнился. То есть, чтобы все вычисления были такими же простыми. И вот если у меня, почитать, скалярное произведение фи так же просто, как скалярное произведение х на z, то есть это просто в степени возвести какую-то или что-то еще, тогда получится, что с одной стороны вычислительно метод не усложнился, а с другой стороны он теперь работает в куда более высокоразмерном пространстве. Вот идея такая. Данил, ответил или это пока? Да, хотим, что просто из-за того, что я ввернул ядра, у меня методы не усложнились. Да, про то, что такие методы классные не востребованы из-за нейросетей, ну, согласен, Иван, но опять же повторюсь, я считаю, что это все однажды там сойдется в экстазе, значит, и вот какая-то будет там единая, какие-то методы, какие-то подходы, где все это соединено и получается классно. Так, есть ли какое-то объяснение тому, что линейное SEO на простых текстах работает так же, как fine-tuned GPT или несколькослойные нейронки? Ну, есть, Тимофей, да, там как бы, потому что, значит, во-первых, простые задачи на текстах, простые задачи классификации текстов, они, а, там данных обычно немного, и, б, там реально закономерности не очень сложные, то есть, грубо говоря, чтобы понять там тональность какого-то отзыва, эмоциональный окрас какого-то отзыва, вам не нужно как-то сложно там контекст понимать, что-то какие-то хитрые смыслы, там написан мат, значит, отзыв негативный, нет мата, значит, отзыв скорее позитивный, вот реально там такие правила могут работать, ну и понятно, что там линейная модель тогда вполне неплохо с этим справляется, вот у меня как бы такое объяснение. Не знаю, насколько оно для вас убедительное, но при этом обычно, ну, а тут как бы я же про это рассказывал в MO1, что типа log-req там на текстах может работать хуже, потому что он пытается вам вероятности оценивать, вот, при этом вероятности в таком там высокоразмерном пространстве над там KF и DEF-ами оценить сложно, и, короче, он загоняется, то есть он тратит реально много усилий на то, чтобы вот хорошо вероятности оценить, там, смаксимизировать правдоподобие. Мы с вами такого нет, в нем мы просто требуем, чтобы хоть как-то мы разделили классы на две части, поэтому он просто не тратит как бы силы, не тратит как бы там параметры на то, чтобы какие-то там бестолковые вероятности восстановить, он просто разделяет. И опять же, у меня объяснение такое, почему Svm тут лучше.